Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Adminata Space и... Это двойной обзор с Альфонсом. И сегодня мы посмотрим с вами на две довольно-таки редкие фигурки по Star Wars. Это у нас Commander Fox, продававшийся только в Таргете в Америке. И Скорч из Delta Squad, сделанный по игре Republic Commando. И сперва мы посмотрим на Скорч, потому что мне уже не терпится на подожди, Альфонс. Скорч мой, а Commander Fox, если что, принадлежит Альфонсу, так как он его... Он его купил. Давайте посмотрим на упаковку нашего Скорча. Вот он, великий клон Команда во всей своей красе. Явно эта фигурка выполнена была по первой миссии. Там, где они на Джоанозисе, потому что он весь тут такой немножечко ебисранный. Но ничего страшного. Star Wars, Saga Collection, сзади Оби-Ван с Кривым Мечом. И, конечно же, другие фигурки серии. А также небольшое описание про Скорча. Я его даже прочитал, и оказалось, что у Скорча нет дровей. Они у него обгорели, поэтому он получил свое прозвище. Вот такое вот интересное... Не знаю, у него история. Да, отличная история. И, естественно, он является подрывником в Дельта Скваде, в Репаблик Команда. Взрывной парень. Взрывоопасный. И он еще душа компании. Если вы помните, если вы играли в это... Потому что он горячий финский парень. Я не уверен, что он финский. Он на каминах. Они все на каминах. Взрыв у него глаза голубые. Ну, кстати, этого мы не знаем. У этой фигурки, к сожалению, шлем не снимается. Так бы мы могли проверить его брови, а также увидеть его глаза. Да-да-да. Так, достаем фигурку. Достаем его подставку. Достаем его рекламку. Достаем его фон. А там нету кубика. И вот смотрите, какой, кстати, тут фон атмосферный. Как будто бы реально из игры. Мне кажется, это из игры и взяли. Какой у тебя есть кубик? Какой кубик? Кубик у этой фигурки есть. Вы начнете с Соби-Вана. Нет, это не... Давайте с Соби-Вана начнем. Вот такой вот он красненький. Причем в прямом смысле этого слова. Он действительно красный. У него немножко искривился. Но мы постараемся его выпрямить. Нет, ну я надеюсь, он уже... О, не забывай, что я стар. Зато у него джедайский символ. Ну, Оби-Ван классный. Можно использовать как голограмму на Мустафаре. Или по-моему, символ ордена джедаев. Джедаев. Вообще, это символ повстанцев. Уже был. Так что я не знаю, почему его ему дали. А, кстати, да, это же символ повстанцев. У джедаев он такой более легантный. Да. Не такой заморочный. Что такое шпавстанцы? Друзья, Star Wars. Подставочка Republic, команда Скорч, торговая марка. Всегда приятно видеть ТМ в конце. И, конечно же, рекламка. Я вам ее уже показывал с другими фигурками. Клонов. Но давайте еще покажу. Тут у нас всякие фигурки классные. Звездолеты, меняющиеся цветами чьи. Просто и не очень. Это трансформеры. Сотов тысячелетия. Я знаю. Комбинируется из Хана Соло Делюкс и Чубака Делюкс. Блин, я хочу купить себе. Посмотри на молок. Я знаю. Он просто шикарен. Так, и маленькие фигурки. И еще Battle Packs Unleashed. Тут Anakin с большим плащом. Палпатином. И Мейз. Кит Фиста. Мы, кстати, сегодня посмотрели видео про рождение Кита Фиста. Мне понравилось. Так. Достаем Backpack Скорча. Как там говорят, команда, понимаете? Или какие-то, которые говорят, что это... Не-не-не, Блай, это Генч. Вот он сейчас комменты напишет, потому что опять прерываешься, а что-то другого рассказываешь. Тут не собередник. Субординации. Субординации. Невыслимо. Он, кстати, не напишет, я его заблокировал. Блин. Привет тебе из бана. Так, давайте достанем Скорча. У него, кстати, есть резиночки? Есть. Ох, я уже чувствую, как он смачный. Ого. Большой. Да. У него торс подвижен. Ну, нифига. Так, ну-ка. А ноги не сгибаются, или он тоже не сгибается? Я не знаю сейчас. Обычно, когда мы это говорим, у нас падает камера. Давай не будь. Так, резиночка, супер. Это чтобы держали... Да все и так знают. Хорошо. Так, этот пластик. Знаете, что мы делаем? С пластиком не нужно. А теперь смотрим на Скорча. Он просто идеален. Так, у него ноги. Не сгибаемая воля. Ну ладно, ничего. Он и так шикарен. У него ручки подвижны. И головка тоже. Ух, как она проскрипела. Так, с точки зрения детализации сразу по ней пройдемся. Ты какого он года, 2005 или какого-то? По-моему, он 2005. Можешь посмотреть, кстати. Так, я сейчас скажу это, сколько лет его уже никто голову не трогал. 14. Возможно, даже с половиной или тренадцать с половиной. Так, а у него что-то бэкпэк не до конца идет. Вот я его вставляю. Так это Скорч. А он не до конца. Может, в комплекте забыли его брови положить. И поэтому он расстроился. Так, но мне кажется, мне придется бэкпэк приклеить. Потому что он не идет дальше, чем нужно. Ладно, пока без бэкпэка посмотрим. С точки зрения детализации, очень высокий уровень. У него имеются все эти потертости, что прибавляет ему эпичность. Испачканность в шоколаде. Ну да, можно и так сказать. У него подвижен торс. Это очень здорово. Прямо как у командора Клоди, который у меня есть. Руки вверх-вниз двигаются, в локтях сгинаются, поворачиваются. Понятное дело, он может взять в руки свой DC-17 Machine Gun или Райфл. Но вообще, по сути, это не та модификация. Это когда гранатомет к нему прикрепляется. Кстати, во втором Battlefront скоро появится Скорч. А не Скорч, а просто Коммандо. Ну, неважно. Безымянный. Безымянный Коммандос. Но он и... На ногах также имеется очень классная пропечатка. Запасные вот эти его штучки на бэкпэке. Я, кстати, не знаю, напишите в комментариях, что это такое. Так, ну я ему чуть-чуть так вставлю, потом... Взрывы палочки. Возможно, кстати. Так что Скорч, ну, визуально он офигенен. Да и, в принципе, ему ноги, зачем ему двигать. Так, сейчас я его поставлю. Вот. Он и так выглядит очень круто. У него такие же дисгибаемые ноги, как у нашего штатива. Так что вот такой вот Скорч. Шикарная фигурка. Если вы можете найти его где-то в интернет-магазинах, покупайте. Я бы вообще весь Delta Squad хотел взять. Ну, а сейчас Альфонс расскажет вам про... Про командора Фокса. Что ж, вот он, Фокс. Командор Тарусанской гвардии. Упаковка. Что интересно, он запакован сразу в две коробки. Первая, в которой он сам находится, и вторая, которая на нем. Он был эксклюзивом и продавался только в магазине Target в Соединенных Штатах Америки. Поэтому эта фигурка декорарная, ценная и вообще всем нужна. Снимем эту вот всю красивую упаковку, на которой выглядит выбит логотип Star Wars. Кеннер, точнее Кеннер. Я подумал, что это немецкая фирма сначала. Потом Lucasfilm, а не просто Lucasfilm LTD Hasbro. Сейчас мы ее вскроем, но сначала нужно открыть скотч. Вот, снимаем верхнюю упаковку. И переходим непосредственно к командору Фоксу. Точнее, к его коробке, которую тоже нужно вскрыть. Но сначала посмотрим на нее. Символ, то, что она была только в сети магазинов Target. То, что это командор Фокс торговая марка. Чокинг Хазард, бла-бла-бла. Сзади изображение из Войны Клонов, где находится Фокс. Вместе с Курсантской Гвардией, другие фигурки. Ну, описание Фокса. И, в принципе, больше нечего сказать о коробке. Она красивая, со шлемом клона, но не такая прям разнообразная. Вот и сам командор Фокс. Начнем с непосредственно его пропечатки и детализации. Цвета, они-то и совсем такие, какие должны быть. Тут слишком темно-бордовый цвет. А во вселенной фильме и так далее, они типа ярко-красные такие. Чтобы ты сразу увидел, ты бы понял. Копы! Ну вот. Вот тут символ Корусанской Гвардии. Который офигенно сделан. Офигенно виден. И офигенно стойкий. Сбоку также есть небольшая металлизация и прорисовка. Шлем, ну просто тоже обалденный. Немножечко кривенький, но что уж поделать. Антенка, прямо как в фильме, прямая, несгибаемая. А что насчет ног? А ноги уже сгибаемые. Так что ж, кто-кто. А Фокс готов сгибнуться. Помимо того, что у него есть сгибаемые ноги, а также бластер, у сгибаемого Фокса, помимо его винтовки, есть два пистолета. Которые вроде называются ДХ-17, если я не путаю. Но скорее всего я путаю. Это оружие, которое довольно часто используют командоры. Аракса. И капитаны. А также оно очень не вставляется плохо. Поэтому я лучше не буду это делать сейчас на видео. Чтобы не сломать их и не было так обидно. Сзади у него находится вот эта вот непонятная штука, которая выглядит так, как будто... Это гранаты, по-моему, бомбочки такие. Но она выглядит так, как будто это, чтобы лего-человечку было проще за нее схватиться. С другой. И вот этот вот выключатель. Не знаю, что это. На это тоже смотрится комично. Но мне кажется, что это отдел, где находится всякая техника для того, чтобы у них в броне был подогрев или наоборот охлаждение в зависимости от погоды на той планете, где они находятся. Ну и, возможно, там немножечко воздуха находится. Потому что клоны могут в некоторое время находиться в вакууме. Ну что ж. Это был Командер Фокс. Обалденная фигурка. Ноги сгибаются. Он сам сгибаемый. Так что все отлично. Так что я надеюсь, вам понравился данный совместный видеообзор на Фокса и на Скорча. Фигурки очень классные. И если... Да. Я думаю, на этом можно закончить. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok